Приветствую вас, Валерий. Смотрите, первое, что надо сказать, это то, что ваши жены вами манипулируют. Манипуляция с целью, собственно, что-то получить от вас. Сначала это вы сами, потом это подарки и так далее. Понимаете, как бы женщина является в данном случае отражением вашего внутреннего разделения, на то, что вам нужно с кем-то публиковать, тогда ваша как будто ближе к своей собственной жене. Вот. То есть это в какой-то степени переключение, да? То есть я пофлиртую со мной и мне будет милее моя жена. Вот. Ну, подобное переключение дает почувствовать женщине, вашей жене, что она, как бы, каждый раз подтверждает то, что она для вас ценна. То есть идет такое подтверждение ценности. И это не всегда для женщины приятно, это не всегда для женщины легко. Но самое, что главное, то, что вы, поскольку пользуетесь успехом у женщин, вы, вероятно, позиционируете себя как некий товар, как некую ценность, которую нужно завоевывать. Вот, в частности, ваша жена вторая вас завоевала, да? И ревность – это чувство собственничества. Но, конечно, здесь есть такой момент, что вот, как бы, сложно принять, например, женщине факт того, что ее мужчина, которого она с таким большим трудом добилась, по сути, не принадлежит ей. Вот. И очень быстро женщина понимает, как бы, что там ничего не будет. Но, с одной стороны, самолюбие страдает, с другой стороны, появляется четкое понимание того, что с этого можно что-то поиметь. В частности, с этого можно поиметь какую-то выгоду, например, подарки. Дорогие. Дальше. У вас это уже не первый раз, и, соответственно, я думаю, что успешность у женщин является следствием некоторого обесценивания себя вами. Ну, то есть, вы обесцениваете сами для себя. Вот. И это обесценивание оберкаливает вам, ваши женщины. Вот. То есть, если вы говорите, что, значит, так, вот вы пишите, я помню, всегда был таким, да. Иногда следствием наоборот повышает мою близость к жене. Мне нравилось пользоваться успехом. Для меня, как будто, существует разделение. Есть настроения какие-то, связи временные. Вот понимаете, временные связи, это, по моим ощущениям, по моим, по моим, по моим, таким чувством, вы лежите в флирте, чтобы саму утвердиться. Конечно, я могу быть не прав, вот я могу неверно все это интерпретировать, но мне видится ситуация именно такой. Если бы вы чувствовали себя хорошо, не нуждались бы во временных связях, а вы не считаете это проблемой, вот. То есть, вы просто говорите, что, там, вот у вас такая вот особенность и все. Ну, ну, не совсем, не совсем, если здесь идет про. Особенность здесь идет именно про самоутверждение. Вот, поэтому, это вот и является той проблемой, как, ну, которую, на мой взгляд, вы и пытаетесь решить. И что отреагирует вам ваши жены. Вот. Ну, задаривать под руками, это тоже деструктивная модель, связанная с материалистическим восприятием близкого человека. Вот. Плюс чувство вины, да, то есть, как бы, перед детьми чувство вины. Что тоже характеризует вас, как человека, склонного, там, ну, в себе сомневаться. Вот. Да, все. Значит, так. Ну, карма, это не совсем психология, а вот то, что вы притянули, да, притянули. Я подозреваю, что притянули своего рода, такой, знаете, таким сарем гарри. Вот. Притянули. Ну, это, это мое мнение. Вот. Ну, это мое мнение. Вот. То есть, ээээээ. Слично. Как бы, эээээээм, выигрывает вас. Вот. Вот. И потом она пытается своими силами вас держать. Отсюда и ревность. Собственно говоря. Вот. Такой ответ, я думаю, можно вам дать. Обратите внимание на то, что общего между вами и вашей женой. Вот. Обратите внимание на то, что она пытается вам заводить. Вот. То есть именно вот собственная такая история. И вообще чувство, чувство вины, ну как бы, может быть по отношению к ней, может быть по отношению к детям. Вот. То, что из-за любви, да, вы как бы не уходите, ваша жена это знает. Но все время понимаете, что вы можете ей не принадлежать. Вот. Так. Так вот, вас не смешало, что она пыталась вас контролировать. Я бы обратил внимание на основания для того, чтобы подарить ее подарками. Аммм. Важительно, не знаю, как быть, все это продолжает так жить с ощущением с лечкой давления или уйти и жить самому. Я думаю, ни то ни другое вашу проблему не решит. Вам нужно разобраться теперь сначала. Вот. Вот. Буду бы исследовать свои конфликты, свои притворечия, а дальше, хоть дальше уже будет более-менее очевидно и понятно. Вот. А да, опять по сути, то есть ты же самая женщина притянет ее сам. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Всего самого доброго. Удачи ее!